Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня я вам покажу и расскажу, как мы пополняем нашу виноградную коллекцию и как мы будем высаживать молодые виноградные кустики, точнее, это будут пророщенные черенки для себя. Вот наши черенки в кельчеваторе. Температура порядка 24 градусов. В таком состоянии они здесь простояли месяц. И сразу же отсюда они пойдут на посадку. Вот так это выглядит в ведерке. Нижние почки пошли красиво. У кого-то корешки пошли. Конечно, у всех по-разному, как и всегда. Здесь корешки чуть меньше. А вот место для посадки. Я вам уже показывала несколько раз, что мы за недели 3 подготовили эти места. А поставили сверху парнички из пленки, чтобы земля максимально прогревалась. И теперь сюда сядут вот эти наши укорененные черенки. Теперь эту пленочку мы убираем. Конечно, там тоже трава подросла. Да, ее мы уберем, чтобы она нам не мешала нашим молодым растеницам. Теперь ямку несколько углубляем. Про глубину посадки я много раз говорила. Пятка черенка примерно 25-30 сантиметров от поверхности земли. Это мы говорим про наши условия, про среднюю полосу, про Беларусь. Все, ямка готова. Берем черенок, вот как он у нас красивый, с большими корешками. Ну, вот нижнюю почку мы решили оставить, не обламывать. Все, помещаем в ямку и аккуратненько присыпаем землей. Корешки распрямляем во все стороны. Земля сейчас очень влажная. Шли дожди, поэтому никаких дополнительных увлажнений мы проводить не будем. Конечно, если бы дождей не было, земля была более сухая, то после посадки мы бы пролили водичкой. Но в данном случае в этом нет никакой необходимости. Тем более, что земля у нас здесь с углинок. Аккуратно присыпаем. Ну, вот у того побежика нижнего почки. Чуть-чуть верхушка видна, и этого будет достаточно. Она пробьет себе путь. Пока мы засыпаем не полностью, оставляем лунку, чтобы и потом можно было полить. Ну, опять же, чтобы корневая чуть легче прогревалась, засыпем эту лунку ближе к осени. Теперь сверху ставим дужку и накрываем спонбондом. Почки у этих черенков, в отличие от вегетирующих саженцев, еще мало распустились. Не будут они сильно бояться солнца. Для чего накрываем? Для того, чтобы создать максимально комфортные и приятные условия для роста вот этого самого черенка. Ориентировочный срок недели две. Ну, будем смотреть по погоде. Пока погода не радует. Чередуются то теплые дни, то совсем прохладные. Поэтому будем держать столько, сколько в это будет необходимость. В таких комфортных условиях наш черенок гораздо быстрее пойдет в рост. Достаточно быстро догонит тех, кто был высажен вегетирующим саженцем. Садим следующие. Обращаю ваше внимание, что вот здесь черенок гораздо более слабенький. Меньше корней по сравнению с предыдущим. Тем не менее, и такие мы тоже сразу высаживаем на постоянное место. Конечно, результат по осени мы вам покажем. Но наш опыт говорит о том, что даже вот таким черенкам и даже не таким гораздо проще сразу приживаться на постоянном месте. Там создаются лучшие условия, лучшая влажность и все остальное. И они достаточно быстро пойдут в рост именно на постоянном месте. Именно в условиях открытого грунта и пересушить очень сложно. И перелись водой тоже очень сложно. Поэтому растение будет испытывать гораздо меньше стрессов при приживании. Смотрите, и даже вот такие черенки мы тоже будем высаживать. Калус пошел, корней еще нету. Пошла почечка. Ничего страшного. Высадим в открытый грунт. Там шансов больше. Я вам это говорила в одном из предыдущих видео. И повторяю сейчас. И на что я бы хотела обратить ваше внимание. Я вам показала несколько черенков. Они все стояли в одинаковых условиях. Все стояли месяц. Напомню, месяц в кельчеваторе, где создаются самые оптимальные условия для того, чтобы черенки прорастали. Единственное, что мы не использовали никаких корней стимуляторов. Так вот, развитие у разных черенков разное. Причем, обратите внимание, черенок, который я держу в руках, это хороший, качественный черенок. Вопросов к нему нету. Тем не менее, я вам показала, у кого-то корни по 10 сантиметров уже ветвиться начали. А кто-то только-только начинает прорастать. Вот наши череночки высажены. Одни белые холмики из пленки сменились на другие белые холмики из панбонда. Ну, мы очень надеемся, конечно, что в ближайшее время там все замечательно пойдет в рост. И, конечно же, вам это покажем. Мы выращиваем все в траве, в дерне, ну, либо в мульче. И кратенько поясню, почему. Потому что именно дерн, либо мульча позволяют почве сохранять свое плодородие. Позволяют поддерживать ее естественное состояние. Ну, и кроме того, нам так проще. Мы просто с косилочкой проходим все, и все. Конечно, обязательно кто-то напишет, что как у вас там вообще все растет. Это же бурьян. Ай-яй-яй, как так можно? Можно. Да, у нас участок довольно большой. Не так давно он у нас появился. Всего лишь год назад. И, конечно, сразу успеть все сделать невозможно. Чтобы вот, ну, совсем привести все в порядок и было красиво. Ну, и кроме того, здесь очень плодородная земля. И трава, на самом деле, я вам открою секрет, косилась здесь неделю назад. Но идут дожди. Почва плодородная, и поэтому трава растет очень быстро. Ну, где-то с середины лета рост замедляется, и там уже становится проще. Ну, пока так. Тем не менее, мы для себя выбрали именно такой способ выращивания. Конечно, со временем все это обретет более такой красивый, более ухоженный вид. Вот, поравняется, немножко подсеется другая травка. Ну, когда вот это вот постепенно будет выкашиваться, тоже будет уходить сныть, будет уходить карпева, будут уходить лопухи. И все станет гораздо более красивым. Ну, конечно, опыт прошлого года, когда мы тоже садили молодые кустики примерно в такие уже условия. Правда, их садили из стаканчиков. Но тоже в прошлом году, на самом деле, не обошлось без приключений. Мы оставили саженцы на улице, пошел сильный дождь. Все это очень сильно залил. Времени высаживать не было. Они в этой воде некоторое время постояли. Потом все срочно-срочно пришлось таки высаживать. Где-то подгнили корешки. Тем не менее, они достаточно хорошо принялись. Достаточно хорошо растут, конечно, в этом сезоне растут. По-разному. Есть задержка в вегетации. По-разному вышли из зимы. Ну, с учетом погодных условий, с учетом того, какая была прошлая осень, с учетом того, какая холодная у нас в этом году весна, это абсолютно нормально. При том, что некоторые даже умудрились заложить гроздочки на второй год. И у кого-то мы их посмотрим. Покажем чуть поближе. Прекрасно они себя чувствуют. Несмотря на то, что погода была так себе, и температура окружающей среды особым теплом не баловала, тем не менее, видите, что черенки, у которых совершенно не было корешков, прекрасно начинают расти. И, в общем-то, если погода никаких особых сюрпризов нам не преподнесет, то вот такие вот растенецы к осени будут здоровыми, крепкими саженцами, с хорошо развитой корневой системой, с хорошо вызревшей лозой. А уж в этих условиях, когда мы еще сверху создали тепличку, тем более наши растенецы быстро примутся и быстренько пойдут в рост. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов и награды мои контакты. До новых встреч!